Они маленькие, и мы их пройдем за один час. Это «Гаазину» и «Зод Габраха». Это последняя речь Маше перед народом Израиля. И первая из этих глав – это «Гаазину» – это песня, и начинается словами «Внимайте, внимайте небеса». Это Дворим, Второзаконие, 32 глава, с 1 по 52 стих. Гавтора, Второе Самуила или Второе Царство, если в русской Библии, 22, дробь 1-5. Такая небольшая гавтора. И большую часть этой недельной главы, естественно, занимает сама песня. Сама песня. Потому что эта песня должна была напоминать народу Израиля, как пророческая песня, воспоминание о будущем, можно было бы назвать эту главу. Правда? Воспоминание о будущем. Хорошо. Итак, видите, о чем это свидетельствует? Что великодушие Божье настолько велико, что Играрь должен быть вечно благодарен Ему за то, что Он сохранил их в пустыне, за то, что Он привел их к пределам земли, поражающей своим изобилием, за то, что Он поразил врагов. Но, дарованное Богом, материальное благополучие может развратить народ. И они начнут поклоняться бесполезным идолам и беспомощным богам. И вовлекутся во всевозможные их рехи. В этом случае Бог позволит народам подчинить Израиль и рассеет их по миру. Однако, единственное предназначение этих народов заключается в наказании еврейского народа. И если эти народы решат, что их власть над Израилем, благодаря собственной мощи, Бог напомнит им, что они не более, чем орудие его воли. Предназначение еврейского народа никогда не потеряет своего смысла. Потому что никогда, помните, пока небо существует, пока существует время на этой земле, существуют глубины, и будет существовать дни и ночи, будет существовать еврейский народ. И Бог никогда не отвергает еврейский народ. И никакое знание, и никакие страдания не в силах разорвать связь между Богом и Его народом. И в конце концов, после раскаяния, эта близость будет восстановлена. Тогда Бог обратит свой гнев против врагов Израиля, как против своих врагов. И последнее повеяние, там говорится, Маше, зайди на горы Нева, чтобы там умереть и приобщиться к своему народу. Итак, песня, видите, она обращается к небесам и к земле. Небеса и земля – это свидетели. Это свидетели, которые знают, что слова этой песни истинны. Внимайте небеса, и я говорить буду. И дослышит земля речи из уст моих. Польется, как дождь, учение мое закапает, как роса речение мое, как мелкий дождь на зелень, и как капли на траву. Видите? Интересно, что здесь говорится, можно так сделать слова Торы, что они будут ливнем, который смывает все. Вы знаете, что были в Израиле такие случаи, когда почву с гор, смывало болото, и, получается, и горы становились бесплодные, и низменности становились бесплодные. Но не таков мелкий дождь, и не такова роса. То есть, несмотря на то, что это строгое предупреждение Израиля, она живительна, потому что это как мелкий дождь, как роса. И как зелень, как роса на зелень, мелкий дождь на зелень, и капли на траву. Когда имя Господне произносить буду, воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенно деяние Его, ибо все пути Его праведны. Бог верен и нет, кривды праведен и справедлив Он. То есть, Бог верен. Даже нам кажется иногда, что некоторые вещи Бог вроде бы делает не так, как нам хотелось бы, да? Он абсолютно верен и праведен. И поэтому не может человек сказать, что Бог меня напрасно обидел, Бог мне там что-то сделал плохое, да? Бог всегда прав, клиент всегда прав, да? И если у кого есть неправда, то в ком это неправда? В человеке, да. Итак, Бог всегда прав, да? Смотрите песню, стих 4, да? И пункт второй инструкции, если вам кажется, что Бог неправ, да? Опять смотрите стих 4, этой главы. Хорошо. Совершенно деяние и все пути справедливы. То есть, любой честнейший судья, желающий поступать по закону, задумывается, какой срок наказания дать подсудимому. И если по закону можно присудить от 5 до 9 лет, и есть смещающие обстоятельства, то дадим ему, к примеру, 7,5 лет. Но уверен ли еще судья, что за 7,5 лет человек может полностью одуматься? А может, ему хватит и 7 лет? А может, ему хватит 1 месяц? Правда? А может, ему надо 8,5? Иное дело, если Бог посылает на человека болезнь или тюрьму, или удаление от общества, то все рассчитано по часам. Все пути его праведны. И он всесильный, он твердыня, он не сделает ничего лишнего. Дальше идет мысль о том, что если человек начинает портиться, то, в первую очередь, он портит себя самого. Это сравнивается с тем, что человек рубит себе палец. Портит себе, не ему в скобках, поколение кривое и закрученное. Итак, мы, если поколение кривое и закрученное, кого мы портим? Не Богу, да? Себя делаем хуже. Господу ли воздаетесь ей народ недостойный и неразумный? Не он ли отец твой, обрезший тебя? Он же создал тебя и упрочил тебя. Вспомни дни древности, помыслы о годах во всех поколениях. Спроси отца твоего, и он расскажет тебе. Спроси старцев твоих, и они расскажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народу, когда расселил сынов человеческих, поставил пределы народам по числу сынов Израиля. Ибо доля Господа народ его, Яков наследный удел его. Он нашел его земля пустынной, в пустоте и в воей пустыне. Ограждал он его, опекал его, берег его, как зеницу уха своего. Как орел стержет гнездо свое, парит над пенцами своими, простирает крылья свои, берет каждого и носит на крылья свое. Господь один водил его, и нет с ним Бога чужого. Вознес он его на высоты земли, и ел тот плоды полей, и питал его медом из скалы и елеем из кремнистого теса, маслом коровьем и молоком овечьем, тугом агнцев и овнов башанских, и козлов, и самой тучной пшеницы, и кровь виноградин пил ты шипучую. Шампанское, наверное, тогда было уже. Судя по песне Моше, да? И уточнел Иешурун и стал брыкаться. Хорошо это выражение. Уточнел и стал брыкаться. Уточнел ты, растолстел, разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и поносил твердыню спасения. Видите? Цур Иешуати, да? Твердыня спасения, скала спасения своего. Хорошо. Иешуатеха, если спасение твоего, значит, Цур Иешуатеха. Видите? Господа либо сдает себе народ недостойный и неразумный, говорит 6 стих. Как это понимать? К примеру, был бездомный мальчик, который нищенствовал. Один человек пожалел его, взял себе домой, вырастил среди своих детей, научил ремеслу, женил, дал работу в своем деле. Через несколько лет этот молодой человек перестал слушаться своего благодетеля и все, что он приносил, просил его делать на работе, делал наоборот. Ему говорят, во-первых, ты недостойный человек и ты так поступаешь со своим благодетелем, а во-вторых, ты не умный. Он потерпит, потерпит и выгонит тебя с работы. Так же и о еврейском народе, которого Бог вывел из Египта, опекал его 40 лет в пустыне, как орел несет орлят на своих крыльях, ввел в прекрасную страну, где в скалистых местах щедро произрастает и жир, и оливки, и мед, то есть сок, фидиковые пальмы, и из скалы, и ели из крепкого утеса. И 16 стих говорит, богами чуждыми они досаждали ему и мерзостями разгневали его. Жертву приносят бесу, бесам, а не Богу. Божество, которое они не знали, новым, недавно появившимся, не страшились их отцы ваши. Создателя сотворившего тебя ты забыл, и забыл Бога тебя создавшего. И увидел Господь и вознегодовал от того, что разгневали его сыновья его и дочери его. И сказал, скрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они рот развращенный, сыны, в которых нет верности. Они досаждали меня не Богом, гневили меня суетами своими, и я досажу их не народом, народом изверхом, гневить их буду. Видите, ло ами, да, не мой народ. Помните, так говорил пророк. Ло ами, не мой народ. Они досаждали меня не Богом, а я досажу их не народом. Ибо возгорелся пламень гнева моего, сжет до глубины преисподней, и пожирает он землю, и плоды ее, и опаляет основание гор. Пламень гнева моего сжет до глубины, и пожирает он землю, и плоды ее. Что это значит? Это означает, что Израиль, земля Израиля, плодородная и цветущая, станет, как пустыней, и опаляет основание гор, имеется в виду столица Иерушалаем, и горы вокруг нее. А что же будет с народом? 23 стих говорит. «Нашлю я множество бедствий на них, стрелы мои источу на них. Источены будут голодом, истреплены горячкой, мором лютым, зуб зверины пошлю на них, и я от ползучих гадов. Из нее будут губить меч, в домах ужас, и юношу, и девицу, и грудного младенца, и посидевшего старца. Я сказал бы, положу им конец, сотру среди людей память о них. Если бы не остерегался я злобы врага, чтобы враги его не вспомнили мне и сказали, наша рука одолела, а не Господь сделал это. Ибо это народ, потерявший рассудок, и нет у него разума. Будь умны они, рассудили бы об этом, и они поняли, что с ним будет. Как мог бы один преследовать тысячу, и двое прогонять десять тысяч, если бы предал тех заступник, и не предал бы тех Господь? Ибо не таков же, как покровитель наш, их покровитель. Даже враги наши судьи в этом. Ведь от лозы винограда садомского лоза их, а с полей амарских виноградины и плоды и ядовитые гроздья горькие у них, яд змеиный вино их и жесточайший яд аспитов. Ведь сокрыто это у меня запечатано хранилищах моих. То есть вспоминается лозы винограда садомского, да, и полей аморы. То есть садом и что? Амора. Амора, да. И евреи часто стали копировать некоторые вещи. Вы знаете, даже когда построил был Ерихон, да, что сделали? Когда восстановили Ерихон. Помните? В ворота, да? В ворота заложили владельца. А так делали, поступали кто? Только хананеи, которые убивали своих детей и произвели их в жертву. И говорит Господь, что это сокрыто до определенного времени, но это откроется и будет видно у всех, да? Все увидят. 35 глава. У меня общение и воздаяние, когда споткнутся они, ибо близок день гибели, и скоро наступит уготованный им. Ибо судится будет Господь за народство, и раскается он в решении. То есть раскается, это что значит? Бог раскается. То есть решение Бога переменится, да? Так как было перевернуто, какая страна, какой город? Да, Ниневия, да? Это была столица Ассирии, да? Город Ниневии, столица Ассирии. То есть Бог оставил свое мнение прежде, но город перевернулся, да? Город перевернулся. Если люди покаятся, то мнение Божие будет перевернуто. Хорошо. И раскается он в решении о рабах своих, когда он увидит, что ослабела рука их, и нет заключенного, невольного. И скажет он, где Боги их твердыня, на которые они полагались, которые ели тук жертв, их перевернув возлияние их. Пусть станут, они помогут вам, пусть будут для вас покровом. Смотрите, женине, что я, это я, и нет Бога, кроме меня. Ла-Илля-Илля-Ла. Правда это похоже? Нет Бога, кроме что? Бога. И Моисей, его пророк. Да? А тут говорю я, что нет Бога, кроме Бога, написано здесь. И Моисей, его пророк. Нет Бога, кроме Ишио, и Моисей, его пророк. Потому что Моисей предрекал пришествие Ишио. Было такое? Потому что сказано, пророка поставлю такого же, как ты. Хорошо. И я, это я, и нет Бога, кроме меня. Я умышляю, я оживляю. Я поразил их, я исцелю, и никто от руки моей не избавляет. Вот я подъемлю к небесам руку мою и говорю, жив я вовек. Когда заострю сверкающий меч мой и возьмется за суд рука моя, то мщение совершу над врагами моими и ненавидящими меня я воздам. То есть, несмотря на то, что эти народы по воле Божьей победят Израиль и рассеют его, они не уничтожат этот Израиль. Израиль будет восстановлен, а с этими народами, которые возгорделися, да, и так же будет с теми, которые в церкви заявляют, что уже Израиль не церковь, да, об этом кто говорит? Ну, Израиль, да, что есть духовный Израиль, да, церковь уже стала Израилем, извиняюсь. Ну, это в 11 главе сказано, да, бойся, бойся сказано, да, потому что подумай в свое сердце, что если они отломились, то я имею право законное занимать их место, но ты бойся, потому что они отломились, они приются, а что с тобой будет, если ты в гордыне своей будешь относиться так к Израилю? То есть, то же самое предупреждение, которое в Новом Завете дается к церкви, божьей церкви, которая отвергает Израиль. Если церковь не будет отвергать Израиль, то Израиль и церковь станут едины, да, и это послужит спасению еще очень-очень многих. Упою стрелами и кровью, меч мой насытится плотью, кровью убитых и военных и пленных головами начальника народа. Прославьте народы, народ его, ибо за кровь рабов своих он отомстит и мщение воздаст врагам и очистит землю свою и народ свой. Убийц и врагов еврейского народа значит, что сделает Бог накажет. Это предупреждение антисемитов. Все стрелы, пущенные в народ, они иссякнут, а Божий народ все переживет, и все народы увидят, что евреи это подлинно Божий народ был, есть и будет всегда. До тех пор, пока, по крайней мере, люди делятся все народы, правда? Да, это песня предупреждения, да, это песня предупреждения по другим народам по отношению к Израилю, то есть, одни могут быть положительны, да, а есть, да, а есть народы прославьте, да, прославьте народы. Хорошо, и Газину обычно считают в первую субботу еврейского нового года, между Рожа-Шама и Йом-Кипур, потому что здесь идет еще чтение из Оси Гоша, вернись, покайся, Израиль, к твоему Богу, ибо ты споткнулся в реке твоем. Это Гоша, 14 глава, второй стих. И поэтому данная суббота, она называется субботой покаяния. Субботой покаяния. Хорошо. Ну что, и теперь еще одна, да, маленькая недельная глава, называется Зод Габраха. Зод Габраха, что значит Габраха? Благословение, да? Да, это благословение, Везод Габраха. То есть, это благословение. И вот благословение, которым благословил Маше, человек всесильного, сынов Израиля, перед смертью своей. Везод Габраха, Ашер, Барех Маше, Иш, Гаэллахим, Эт Мней, Израэль, Левней, Мото. Перед смертью своей. Так, это в законе с 33 главы первого стиха до конца книги и автора Егоша, первая глава с первого по 18 стих, а в сифарской традиции с первого по девятый стих первой главы. То есть, заканчивается глава из дворим, да? И начинаются новые истории. Новые истории, хотя это не относится к Торе, да? А книга Егоша к каким книгам относится? А? Пророкам, да. К книге Егоша относится к пророкам, да? Были ранние пророки, Невиим Решаним, да? И Невиим Шеним, то есть, поздние пророки Шеним. Это уже как бы вторые пророки. Итак, раздел Браха завершает Тору и является единственным разделом, который не читается в субботу, за исключением тех случаев, когда праздник Симхат Тора приходится в какой день? В субботу, да? То есть, читается праздник Симхат Тора и начинается новая книга, да? Новая книга уже снова Берри Шит. И чтение этого раздела приурочено к празднику Симхат Тора, когда все в присутствующей синагоге могут быть вызваны к Торы, даже мальчики, которые еще не прошли бар-мицу. И часто бывает, что вызывают всех находящихся в синагоге, пока все не примут участие в чтении. И здесь уже рассказывается о смерти Маше и погребении, а также благословении, которое дал Маше каждому из колен Израиля. Почему Всевышний скрыл место погребения Маше? Как вы думаете? Да. Чтобы люди не впадали в грех, приходя молиться на его могилу. Молиться нужно только Творцу. Нельзя просить помощи ни у ангелов, ни у покойных родственников. Так, как некоторые бывает поступают, да? Ни у святых, да, ни у ангелов, ни у Девы Марии, ой, Дева Мария, заступься, помоги мне грешникам. Мы можем молиться только кому? И шо, да? Понимаете, у каждой динаминации есть очень много хорошего, но есть и свои заморочки. И хочется, да, помните, как я сравнивал, да, вот, значит, как Windows, да, со своими глюками врезаны Windows, да, ну, равеннистическая традиция, я уже потом подумал, это ДОС, шестая версия, да, вот, ну, наверное, православие это Windows NT, но нам все-таки нужно сделать полную, да, полную версию, полную версию, которая будет работать без всяких сбоев, правы? Поэтому мы берем самое лучшее из всех, я из православной традиции много беру полезного, и из других традиций, вот, но евреи часто тоже сейчас совершают паломничество на могилы Баалшемтова, там, любавческих всяких рэби, их-то было целая куча, но последний из них самый знаменитый рэби, но в действительности это было сделано для того, чтобы не было никакого желания к идолопоклонничеству. Барахам. Вот, может быть, поэтому, да, спорил насчет могилы Моисея. Помните кто-то, Михаил, да? Почему? Потому что дьявол хотел, чтобы люди поклонялись, да? Поклонялись Моисею. Но в действительности нельзя никому поклоняться и никому служить, кроме Господа Бога. Хорошо. Итак, благословение, которое дает Моисею. Вот благословение, которое благословил Моисей. Видите, если мы можем смотреть последние главы и последние истории книги Берешит, кто благословил своих сыновей? Иаков, да? И благословение Моисея, оно чем-то даже немножко напоминает благословение Иакова. Потому что последнюю главу Тора читает в праздник Шмини Ацерет, да? Или в Симхат Тара. И это радостный праздник. И этот праздник связан с благословением. Проклятия остаются где? В старом, в прошлом году. Новый день, да? Он начинается с чего? С благословения. Хорошо. Личность Моисея. Давайте подытожим личность Моисея. Моисей, как Мессия. Можно сказать, что Моисей это прообраз Мессии, правда? Моисей, как личность, воплощающая отчаяние еврейского народа, а Мессия избавители. Он, Мессия, должен быть совершенным человеческим и качеством владеть, потому что Мессия означает помазанный, значит, он должен быть совершенным царем, пророком и совершенным священником. Итак, быть совершенным царем. Это значит установить новое Божье царство, царство справедливости на земле. Для евреев эпохи Галута, то есть знания, Мессия должен был освободить евреев из рабства и вернуть их в Эрис Исраэль и там установить свое царство. И вы помните, это было одним из самых главных преткновений до сих пор является говорить евреям, что Ишуа не Мессия. Раз он не установил царство Израиля, то значит он не Мессия. И самое даже последнее, что спрашивают ученики Ишуа, он уже идет готовиться к взлету, уже последний счет идет, а не хватает его за пол. Когда же ты наконец установишь царство Божье? А он уже наживает на небесные рычаги, сейчас поехали. Я такой, не в ваше дело, не в ваше дело. Правда? Вот сейчас много у нас говорят о 2012 годе. Тоже не ваше дело и не наше дело рассуждать. Вы знаете, сколько раз уже объявляли конец света? Да. Но когда Ишуа придет, все исполнится. Первый раз он приходил как спаситель, да, второй раз придет как судья. Хорошо. И поскольку они судья спрашивали его, говоря, не съели, время Господи, да, восстановишь ты царство Израиля. Он же сказал, не ваше дело считать временной сроки, который отец положил своей власти. Это деяние, первая глава, шестой, седьмой стих. Второй пункт. Мессия должен быть пророком. Пророком. Пророк, который заявляет весть о Божьей воле, о Божьих планах, который провозглашает царство Божие, имеет Божье видение о настоящем и будущем. И в этом смысле Моисей стоит выше всех пророков когда-либо бывших, да, выше всех пророков. Поэтому, видите, интересно, есть место. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня возвигнет тебя Господь Бог твой. Его слушайте, так как ты просил у Бога твоего прихори и день собрания, говоря, да услышу впредь гласа Господа Бога моего. И огня сего великого да не увижу больше, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо, что они говорили, я возвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые будут говорить моим именем, с тобой я взыщу. Это Второзаконие, 18 глава, с 15 по 19 стих. Смотрите, интересно, пророка из среды тебя, из братьев твоих, возвигнет Господь, Господь, слушайте. Что это нам напоминает в Новом Завете? Это есть Сын мой, да? Его слушайте. То есть, Господь говорит через Моисея пророчески, и Господь подтверждает исполнение своего пророчества, да? Вешу Мессии. Его слушайте, да? И кто не будет слушаться голоса пророка, то что будет? С того я взыщу. И пророк будет говорить моим именем, то есть, имя мое на нем, да? И имя какое Божье? Ашем, да? Он, да? Ашем. Я есть суще. Я есть суще. Хорошо. И пророк будет говорить от имени Бога и с властью Бога. Единственное, кто говорил от имени Бога и с властью Бога, это кто Ишева. Потому что его даже упрекали в том, что он говорит не так, как равены. Обычно всегда равен, вот так я тебе говорю тоже. Раби большие вейсмон, там, то-то, то-то, сказал. Раби такое-то, то-то, да? То есть, я всталаюсь, по крайней мере, постараюсь ссылаться на тех, которые помню. Многих я и не помню, они где-то у меня так в голове всплывают без имен. Вот, но понятно, что всякий раз, когда я вам говорю, так я говорю не о своем имени. Потому что у меня нету к вам какого-то особого пророчества, которое, вот я вам говорю то, чего вы никогда больше не слышали, да? Я вам когда-нибудь такое говорил? Правда? Вот, если только единственный, кто мог и имел власть так говорить. Потому что он сам тот, который написал Тору фактически. Моисей только под диктовку записывал. Сам Господь написал Тору. И этот пророк есть сам Господь, который будет говорить от имени Бога и с властью Бога. И третье, мы говорили, Мессия должен быть совершенным священником. То есть, совершенным посредником между Богом и человеком. И Моисей был таким посредником, да? И говорят, что еще один был Мессия, Хасидов Рэбе Шниерсон. И вот до его болезни никто из Хасидов не читал 53 главу. А потом стали все читать. Говорит, да, вот это, наверное, он самый Шниерсон, который болеет и взял на себя все наши немощи и болезни. Да? Но, к сожалению, или к счастью, до сих пор ждут его воскресенья. Ну, воскресенье, конечно, все воскресенье. Может, многие лучше бы хотели, чтобы лучше не воскресенье. Рэбе Шниерсон. Понимаете? Кому что? Ну, все равно, и он воскресенье. Но, когда он заболел, Шниерсон, стали учить о страдающем Мессии. Вот, такие Мессии, очения, Мессии есть почти в всех религиях. И в исламе, и в иудаизме, и в зороастризме, да? Но ни один Мессия не умер за народ. Правда? Только, да, Иешуа Мессия, он умер, и он уже воскрес, и еще раз придет. Хорошо. Хачество Мессия, как царя. Значит, царь, это квинтэссенция власти. Вы знаете, есть такие типы власти. Законодательная, судебная, исполнительная, и представительская. Законодательная власть. Маше издавал от имени Бога законы? Издавал законы, он получал их от Бога, и эти законы были обязательны для всего народа. Судебная власть, то есть прокуратура, все органы, Маше был судьей, он осуществлял суд согласно Божьим законам. Исполнительная власть, это контролирует исполнение Божьих законов, это уголовное, гражданских, религиозных. Был Маше контролирует, и представительная власть. Значит, что представительская, когда, вот, например, практически английская королева, она не имеет никакой власти, кроме представительской власти, да? Но представительская власть есть, она представляет народ Англии в своем лице. Маше представлял народ Израиля в своем лице для всех других соседних стран и племен. Следующая функция и качество Маше, да, это ходаты за народ. И мы видим немало таких примеров, когда Маше говорил, даже лучше, пусть я погибну, да, народ Израиля будет прощен. Хорошо. Моисей, как учитель, да, видите, удивительное, что учитель тоже всех времен и народов, потому что такого учителя, как Маше, не было, и поэтому не просто называется арабий учитель, как Маше Рабейну. Маше Рабейну. Хорошо. И Моисей, он имеет пророческое слово, а пророк это нави, от инфинитива ле гави, то есть тот, кто приносит. Нави или наби означает вестник. Можете отметить, да, название пророк это тот, кто приносит, то есть вестник. Итак, пророк это кто? Тот, кто приносит слово Бога людям. Греческое слово имеет несколько другой смысл. Про фетос, про означает прежде или перед, а феми это показывать и сделать известным. Феми, да. Итак, пророк говорит о том еще, о чем, о будущем, но не только о будущем. Еврейский пророк не обязательно говорит о будущем, он приносит слово Божье, да, слово Божье. Хорошо. И еще это значение, значит, можно так, стоять впереди, освещать, озарять. Освещать, это слово свет, озарять, да. Тот, кто стоит впереди и освещает, и озаряет. Это тоже можно понимать, греческий смысл этого слова. То есть, пророки, они освещали путь, призывали следовать за ними. Если лже-пророк, то тогда пойдет слепой за слепым, и что с ними будут? И оба упадут в яму. Хорошо. Уже начиная с Иисуса Бенуна, Иисуса Навина, пророки проповедовали Слово Божие, которое уже было написано. И все остальные проповеди, это и есть уже комментарии Торы. Но Моисей является своего рода гигантом, потому что ему было открыто слово, и это слово мы называем законом, и все это слово проповедовали уже дальнейшие пророки. И пророчество, бывает пророческое слово, пророческое действие, или и то, и другое. Вот, например, пророки слова. Каких мы можем привести? Так, Даниил, да, Самуил, да, Давид, Соломон, Иеремия, правильно. Иеремия хоть какое-то чудо одно сотворил? Да? Но он говорил, говорил пророчески. Скажу, это пророк, извините, полжизни своей просидел в яме. Как это яма-то в Казахстане? Зиндан называется, да? Зиндан или это в Средней Азии? Яма-яма такая, в которой сидят заключенные. Ну, что-то мне это слово крутится в голове. Ну, типа такого. Вот он в такой яме просидел за полжизни своей. Что, это такой пророк? Или там был такой Миха, кто там, которого только вынули из ямы. Он что-то там попророчествовал, смотрю, опять его в яму. Говорит, зачем его звать? Мы-то тут собрались, тут рассуждаем, обсуждаем план компании. Тут эти пророки нам устроили концерт. Там одни с рогами бегают, другие танцуют, флагами размахивают, всех забодаем, всех перекидаем. Это вот это вот. Лучше ли не портится? Нет, говорит, давайте мы его возьмем все-таки. Ну, пришел, увидит сам. сейчас я галкну опять меня в яму. Вот они галкать не могут. И в ямку. Вот и все. Разве это пророк? Вот, я понимаю, Илья пророк, вот Елисей пророк, да? Вот это пророки действия, чтобы вы понимали. Слово, да, либо действие, либо и то, и другое. Вот, например, Илья, Самсон, Елисей, это были пророки действия. Но Моисей удивительно, что он сочетает себя, если мы видим в беседе с Фароном, он сочетает в себе и пророка слова, да, и пророка действия. И Ешуа, и Моисей ничего не делали и не провозглашали от себя. В этом смысле Моисей называется кратчайшим человеком, потому что его воля была полностью подчинена волей Небесного Отца. Тоже можно сказать в отношении Ешуа. Но хотя был кратчайшим человеком, не сказано, что он был смиреннейшим человеком, да, что абсолютное смирение, это чьё свойство? Великого свойства? Да, Ешуа, Господа, Бога. Видите, Бог абсолютно сильная личность, и в то же время абсолютно смиренная личность. В чем разница между кротостью и смирением? Да, кротость – это внешнее проявление смирения. И был он кратчайшим человеком. Пока, наконец-то, ну, вы меня достали, гады вы эти, вы Господа достаете. Меня достали, эту скалу, ды-ды-ды-ды. сейчас я ей дам, да? И всё. И вся награда поехала, да? А если бы он был смиреннейшим, то есть, с миром в душе, да? Так что, не был совершенный Моисей, потому что он был кратчайшим человеком, но он не был смиреннейшим человеком, и мы видим единственное того, в котором абсолютное смирение. Ну, здесь у меня есть ещё по Дереку Принцу из книги «Послание израильского народу» 27 скотств между Моисеем и Иисусом по Дереку Принцу. Хорошо. Я думаю, что я не буду вам всё это перечислять. Можете открыть и сами почитать, да? И на этом, чтобы ваша плоть уже совсем